ЗАХВАТЧИК 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 Вроде бы да. Это Некто Городничев, бывший сотрудник института, который пытался его возглавить после того, как институт был захвачен. Сколько лет им грозит? От условного до очень серьёзного наказания. Ужали может быть условно? Ну я уже ничему не удивлюсь, если будет. А здание на миллиард тянут? Нет, наверное, так. А может быть, даже больше. Но я думаю, что за квадратный метр сегодня цена от 3 до 5 тысяч точно есть. Пять человек арестованы в зале суда в первый же день судебного заседания. Рейдер. Причем гособвинитель не требовал их ареста. Решила сама судья. Да. Судья приняла решение, потому что в последнее время основной удар антирейдерской кампании в России и на Украине идет на судейский корпус. В свое время, август прошлого года, рассказ директора Безниченко, это было еще до всех покушений на адвокатов, их института там ведь кровь лилась. Рассказ директора, как рейдеры в центре Москвы, на глазах у ФСБ, у милиции, на глазах у всех захватили здание, этот рассказ удивил даже наш журналист. Вечером часов 8 в стены института постучалось два милиционера вооруженные, решили, что это приехала наша невинственная охрана. Охрана им открыла и они отошли в сторону. И в здание ворвались около 20 человек, ну скажем так, бандитской наружности, кавказского типа ребят, которые, в общем-то, как выяснилось по-русски, то плохо говорили. Они уложили охрану, заломали руки, выкинули охрану на улицу и начали баррикадировать здание института. Так просто? Так просто. Ну вы, естественно, тут же об этом узнали, приехала милиция. Когда мне позвонили, сказали, что это лица внешне выглядящие кавказским, мы решили, что это какой-то чеченский след. И так как мы находимся в центре Москвы, недалеко от здания генерального штаба, до Кремля, собственно, несколько километров, я решил, что это событие связано с этим. А так как институт занимается очень серьезными вещами, и в стенах института могли находиться самые, ну для Москвы, скажем так, не очень приятные вещи. То есть взрывчатые вещества тоже были в ваших стенах, мы будем уточнять какие. Могло быть оружие, которое готовилось для полигонных испытаний. Его применение может вывести за какие-то считанные минуты пол города Москвы. Немного меняется, но, во-первых, хорошо сдвинулось за последние полгода в сознании депутатского корпуса. Вот вы мне объясните, у этих захватчиков было не просто фальшивое решение суда, я бы в институте ластомерных материалов. Печать была подделана с грамматической ошибкой. Печать была с грамматической ошибкой. И два с лишним года. Ну, начало. Будет долгий процесс. Долгий все равно? Долгий. Ну, вы поймите, по любому заявлению, изысканию необходимого доказательства, судья отложат опять на три недельки. Потом, с другой стороны, выяснится, что нужно что-то, так сказать, предоставить суду. Опять отложат на три недельки. Если не будет честного, сносного, как говорил Адам Смит, правосудия, не будет ничего. Потому что капитализм – это система, где все продается и покупается, кроме решения суда. Ищет, конечно, колоссальный. Все лаборатории уничтожены. Помимо захвата зданий, уничтожено оборудование уникальное, уничтожена библиотека уникальная. Оборудование, которого у нас больше в стране ни у кого не было. Да, уничтожили, просто вывезли. И это и сегодня наносит огромный урон. Потому что мы до сих пор не можем выполнить некоторые заказы. Потому что без этого оборудования их выполнить просто нельзя. А сроки уходят. Причем заказы серьезные. Опять в интересах Министерства обороны. Кто же стоял за ними все-таки? Но какой-то полихата в центре Москвы, на глазах у всех, захватывают здания. Два года Юрий Михайлович Лужков, министр Пантелеев Московский. Пишет письма кому только можно. Безусловно, никакому полихате и его команде не удалось бы совершить сторону. Ну, предположение, в чьих интересах работают? Ну, это люди, которые входят в высшие наши силовые структуры, которые все прекрасно знают и поддерживают вот эти захваты. Какие у них цели и почему они это делают? Это отдельный вопрос, но без такой поддержки. Или в интересах ЦРУ, потому что уникальный институт. Контрразведчики что думают? Эта ситуация, как я раньше говорил, не исключалась. И сейчас она не исключается. Как одна из версий, что за этим может быть не просто экономический интерес. А в борьбе с резервством меняется мало. Осознание термина за последний год, но, по крайней мере, депутаты не путают термины. Еще один сюжет. Омск. Общество инвалидов. Чтобы как-то жить, общество инвалидов становится акционером одного из своих же омских предприятий. В 1998 году была создана Омская областная общественная организация инвалидов «Добро». В 2000 году у нас появилось два предприятия, где мы были стопроцентными учредителями. Они работали с заводом технического углерода и работали очень плодотворно. А завод выпускал? Завод выпускал сажу, технический углерод. А ваше общество жило благодаря доходу? Ну, конечно. Они отчисляли нам деньги от прибыли. На протезы? В начале января 2002 года со стороны завода технического углерода поступило предложение. Мы сливаем свои предприятия и получаем взамен 20% акций, вновь созданного завода технического углерода. Слияние произошло. Мы стали владельцами пакета 20% акций. Затем у нас начались непонятные немножко события, когда у бухгалтера были изъяты документы. А кто их изъял? Работники службы безопасности техуглерода. Значит, вам объявили военную? Ну, наверное, получается так. То есть, изъяты были документы. Уголовное дело было возбуждено? Нет. А ей сказали, ты живаешь, что тебе еще надо? Какая милиция? Кировский район. Это было 5 лет назад? Да. Мы переизбрали нового председателя, который должен был восстановить все наши документы. И к 2005 году они были восстановлены. И из них следовало, что в 2002 году две фирмы, зарегистрированные в Москве, перечислили на счет общественной организации инвалидов добро, каждое по 8 тысяч. И в платежи было указано за акции. То есть, мы, не имея других акций, кроме вот этих 20% акций завода технического углерода, поняли, что это вот за эти акции. То есть, получается, что вы их продали кому-то? Да. Естественно, мы никому не продавали и даже не знали. А фирмы в Москве вполне реальные? Да, реальные фирмы. То есть, вы решили разбираться с самим заводом технического углерода? Мы решили попросить у них реестр, чтобы показали нас как акционеров. Приехав в Омск, судебный исполнитель узнал, что реестр был украден на станции Екатеринбург из поезда. И вы остались без ваших предприятий? Без предприятий и без акций. Мы обратились в арбитражный суд. Арбитражный суд вынес постановление, что коли реестра нет, значит, акций нет. То есть, получается, что если не только у вас, а у любого акционера украли реестр-держатель, ну, по логике суда, то он, потеряв этот реестр-держатель, ну, украли документы? Он лишается акций. Или пожар было случилось. Он лишается всего акций, денег, ну, всего сразу. По решению суда, да, получается так. И такое решение вынес омский арбитраж. Да. Алло. Татьяна Викторовна. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Москва беспокоит. Канал ТВ-центр, Караулов Андрей Викторович. Слушаю вас. Дайте, пожалуйста, короткую справку. О чем? 30-го, 10-го прошлого года арбитражный суд Омской области в составе судьи Целько, то есть вас, рассмотрел дело по иску Омской областной общественной организации инвалидов к Омскому же заводу технического углерода. Да, помню. Следствие доказало, что акции Омско-областного общественной организации инвалидов были украдены в Екатеринбурге. Звонок ваш в чем заключается? Вы что хотите узнать? Я хочу понять, как суд и вы, молодая судья, вынесли такое решение. Фактически вы сказали... Я, пожалуйста, я на такие темы по телефону... Нет, тема одна. Как вы не боитесь принимать вот такие решения? Вы, молодая женщина-судья. Вот это меня интересует. Не знаю, с кем я разговариваю. В позиции губернатора Леонида Полежаева? Ну, он не вмешивается... По хозяйству спора? Да. По большому счету, мало что меняется. Вот Омская ситуация, когда судья отбирает акции общественной инвалидов, прекрасно зная, что просто потерь на документ, украли их. Ничего в расчет не принимается, раз нет документов, значит вы никто, вы не владельцы. Опять рейдерство. Уже радует, что все-таки создан прецедент ареста банды рейдеров. Тем не менее, когда читаешь материалы дела, ужасаешься, диву даешься. Как может такое происходить? В центре Москвы еще раз скажем. Огромный комплекс, более 20 тысяч метров. Квадратно. 12-этажные здания. При этом меня поразила, как примитивно осуществлена была эта рейдерская операция. Психически больной человек, который находится на учете психдиспансера из Узбекистана, объявляет себя президентом этого акционерного общества на основании фальшивой бумаги. То есть три года все должностные лица делали вид, что они не понимают, что это психически больной человек. Это ведь новое дело, как три кита, потому что и здесь были силовики, мы предполагаем. Они стояли за этой бандой. Без такого покровительства такая наглость была бы невозможна. Такие дела типовой характер носят. Вот то, что произошло с этим институтом, это в принципе схема действия рейдеров по Москве. Потому что очень многие люди думают, что рейдеры это какие-то очень хитрые люди, которые там что-то придумали. Печать подделали с ошибкой в грамматической. Примитивно все. Да, белые рейдеры, которые так тонко завладевают предприятиями, что простому человеку и не понять, как они это делают. А оказывается, они берут бейсбольную биту, гастарбайтеры, потом поддельная печать. Психически нездоровый человек из Узбекистана объявляет себя директором оборонного института. Что здесь придумал? Я думаю, что судья отреагировал просто на отсутствие реестра с точки зрения юридического факта. Мы предполагаем заведомо неправовое решение. Есть милицейские документы, что реестр украден. Есть справка от милиции. Для того, чтобы скрыть 20% акций, принадлежащих инвалидам. У нас пока получается не вертикаль власти, а скорее пыль с толбом. Где каждая пылинка двигается сама по себе в общем хаотическом режиме. И если для того, чтобы наказать злоумышленников, нужно снять телесюжет и показать его президенту страны, И другого пути у нас просто нет. Ты проникаешь на институты властомерных материалах. Президент принимает решение. И законность торжествует. Это означает, что другие механизмы обеспечения законности в стране как минимум бездействуют. Но ворон ворона ока ведь не выклюет, мы хорошо знаем. При тотальной коррупции в судах трудно рассчитывать на то, что судебное сообщество будет выдавать своих. Есть альтернатива по судебной системе. Она не идеальна, но гораздо лучше нынешней ситуации, когда судей назначает глава государства, не зная даже этих людей. Есть выборы. Выборы судей. То, что было у нас, и мы к этому возвращаемся через выборы присяжных. Но зачем имитировать чужой опыт? То есть ты предлагаешь вернуть выборный судей? Если бы была выборная судьа, не нужно было бы городить огород с присяжными. Ведь суд рассматривает дело по месту пребывания. То есть люди, которые сталкивались с судебной системой, они знают судей, которые живут у них на территории. По месту жизни, ну да. То есть все знают, просто есть опыт работы. Поэтому если у вас миновала чаша суда, слава богу, но количество людей, которые сталкиваются с судебной практикой, у нас растет с каждым часом. Сереж, вот ты человек образованный, политик, корреспондент Академии наук, скажи, пожалуйста, ты согласен с тем, что в любой цивилизованной стране мира, небольшой, Франция, Швейцария или... Имена тех людей, кто, допустим, эту мысль, устроил взрывы в метро, и суд доказал, что они преступники, они приговорены к пожизненному заключению, эти имена знали бы все, жители страны или города хотя бы, где это было. Я с этим согласен. Скажи, пожалуйста, основную точку. Ты знаешь имена тех людей, вот ты, образованный человек политикой, кто взрывал московское метро, а также устраивал юристический акт в любви к городу. Вот их сейчас осудили к пожизненному заключению. Ни я, ни большинство телезрителей не смогут назвать эти имена, потому что главный вопрос, кто заказал, кто организовал, остался за кадром. Есть такое понятие «проклятые люди». Есть понятие «исчезнувшие из нашего обихода, нерукоподаваемые люди». А вот еще есть и «проклятые люди». Так же, как американцы, наверное, спросите у них, не знают пофамильно, кто совершал акты 11 сентября. Во всех газетах были паркеты, те, кто 11 сентября все это делали. Но все не знают. Во всех газетах. Но все не знают. Есть Бен Ладен, за которым они охотятся. Есть организация, которая все это дело продвигает. Они все молодые парни 75-77 года. Самый старший из них – Шаваев Мурат, который был действующим сотрудником Министерства юстиции и занимал один из довольно-таки поставленных постов Министерства юстиции здесь, в Москве. Хубиев, 77-го года рождения. Только благодаря Хубиеву и были изобличены все участники терактов. В частности, они были причастны к совершению взрывов на перегоне станции метро «Автозаводская» и «Повелецкая». Это произошло 6 февраля 2004 года. Также они были причастны к взрывам. А в Воронеже, в частности, Панарин закладывал те взрывные устройства, которые привели к взрыву. И взрыв возле станции метро «Рижская». Боевики карачаевского джамата. В любой стране мира те, кто убивал людей в Краснодаре, Воронеже и в Москве в метро, Хубиев, Панарин и помогавший им судебный пристав Шаваев, вот эти имена, вся страна бы знала. В этой войне мы имеем дело не с одиночниками, а мы имеем дело с хорошо организованной преступностью, которая укоренена. «Максим Панарин мусульманство принял после того, как прошел службу в армии. Родился сам в Будапеште, в Венгрии, из семьи военного. Впоследствии мать его развелась с отцом, вышла за карачаевца. И также Максим Панарин принял ислам. Младший брат его не стал принимать ислам и вести тот образ жизни, который и привел Панарина на скамью подсудимых. Для них важно то, чтобы был приверженцем радикального течения этого ваххабизма. Поэтому они внимания не обращали на русский, нерусский человек. То есть все остальные неверные? Все остальные неверные. Их можно убивать. Убивать – это даже подчеркнуть. Это приветствуется. И при их гибели они попадают в рай. А лишь там они обитают настоящую свободу и вечную жизнь. Войманы. Все доказано. Пожизненные сроки. Хубиев, Панарин и судебный пристав Шевая. У нас никто этих имен не знает. Хотя о взрывах, естественно, говорили все. Это не вызывает уже той реакции, которую должно вызывать. Потому что слишком много этого. Хубиев. Были образованы на Северном Кавказе две армии. Это Исламская армия Кавказа, Исламский институт Кавказ. Где, в свою очередь, он получал оружие, заступал на посты по охране этих лагерей. Все лидеры Абу Умара, Абу Кутейба, Абу Саяф, Тарык, Мбасаев приняли решение о проведении террористических актов на территории Российской Федерации. Это Москва, Воронеж, Краснодар и ряд других городов, где теракты не состоялись. До приезда в Москву он познакомился с Шаваевым. Шаваев в то время уже был приверженцем данного радикального течения, хотя и работал в Министерстве юстиции. У него два лучших образования. У Шаваева одно – юридическое образование, второе – экономическое. В обязанности Шаваева входила доставка детонаторов и взрывчатого вещества пластид. Взрывчатые вещества были вмонтированы в телевизор марки «Самсунг» и привезены на рейсовом автобусе. У этих людей была высокая степень конспирации. Они не должны были встречаться. В свою очередь Хубиев же пояснял, что Шаваев получал денежные средства за предоставляемые ему услуги. В частности, он ему ежемесячно платил по 100 долларов США за то, что он выполнял какие-то просьбы, показывал, где находится птичий рынок, чтобы приобрести аммиачную селитру, чтобы подготовить данное взрывное устройство. Хубиев уже знал на тот момент, что данное взрывное устройство будет проведено террористом-смертником, который и впоследствии выступил Анзур Ижаев. Когда данное устройство было собрано, приехал Ижаев в Москву с руководителем террористической группы. Он провел Ижаева к станции метро, и Ижаев уже привел в действие взрывное устройство. Больше всего в этом рассказе меня поражает даже не сумма 100 долларов за услуги полковнику Шаваеву, полковник Министерства юстиции, два высшего образования, 100 долларов за услуги в месяц. Меня Никасанович поражает, как примитивно самобомба-то была сделана, которая взорвалась в итоге на перегоне метро автосаводская Павелецкая. Это было ведро, начинено поражающими элементами, это шурупы, болты, скреплено пластилином, установлены детонаторы, выведены два включателя в карман куртки Ижаева, с помощью которых он и привел данное взрывное устройство. Печально это все, прежде всего. Ну, уровень какой, да? Взрыв, к которому говорила вся планета в московском метро. Да. Пластилин использовали, гвозди. Это идет от такой элементарной безнаказанности. Те дела громкие, которые были провозглашены у нас в России, они ведь до тех конкретных виновников, кто заказал, не добрались. Эти вот получили трое, да, все по пожизненному сроку. Басаев погиб, Хаттап отравлен. Плюс еще взрывы. Они не имели прямого отношения к взрывам в Воронеже и в Краснодаре, эти люди. Но исполнители взрывов на автобусных остановках Воронежа и взрывов в Краснодаре, они тоже погибли. Непосредственными исполнителями уничтожены при их захвате это Сенченко, тот же Марван и другие. Вот, Андрей, вы обратите внимание, ведь на эти все вот события, за ними стоят вот исполнители, абсолютно молодые люди. В том-то и дело. Он идет вот на это дело. Идеология очень сильная. Полковник, высокий чин, два высшего образования, кандидатскую написал, правда, не защитил. Значит, идеология не за сто же долларов. Воспитание, которое получает наша молодежь, моральный облик не поднимает. Николай Александрович, но поговорим, ведь вакхабизму никто не учит. У нас есть пропаганда, слышусь с этим, секса, насилие, все это есть, в каждом шагу. Вакхабизму. Ничего общего вакхабизма с исламом не имеет. Ничего общего. Для них и исламисты, если они не верные, не вакхабиты, тоже враги. Для этих радикалов. Никто не учит, это правильно. Но кто-то же спонсирует, кто-то это дело садит. Но не за сто же долларов полковник пошел. Да не за сто. За сто это просто мы знаем, что за сто. Именно за какой мы не знаем. Николай Александрович, вот на секунду поставим точку в этой истории. Три пожизненных срока еще раз скажу. На следствии Шаваев давал показания на всех своих подельников, с удовольствием причем, на Панарина. Прежде всего, а полковник юстиции Шаваев, услышав приговор, пожизненный срок, сказал, что он будет жаловаться. Что один из тех, у кого ребенок погиб в метро, сказал, ему в зале суда, прямо у клетки. Да тебя здесь расстрелять надо, он жаловался. На всякого мудреца довольно простоты. Как герои они не сидели в этих клетках. Я о другом хочу сказать. Вот тут уже вся страна, вся страна обсуждала историю, как в Карачаево-Черкесии. Два года назад меньше, зять президента оказался убийцей, причем серийным убийцей. Зять президента. Сегодня уже бывший зять. У меня вопрос, а почему с тех пор, когда вся страна говорила об этой истории, когда зять действующего президента расстреливал людей, депутатов в том числе, на даче у себя, вот так просто на даче у себя убивал. Никто не спрашивает, что же сегодня происходит в Карачаево-Черкесии. И самый главный вопрос, не управляет ли уже бывший зять президента из тюрьмы по-прежнему какими-то процессами в республике. Он должен был сидеть в тюрьме, но он выходил на свободу и по ночам, и у себя на кемпинге был, и день рождения у себя на кемпинге отмечал, там на кемпинге, где убили семерых ребят. В общем, отдыхал и ни в чем себе не отказывал, на море даже, вероятно, что ездил. Отмечали, что он загорел и сидит в клетке. Приглашал себе людей на дачу, тех, кто против него выступал. Говорил он, знаешь, где ты сидишь? Ты сидишь на месте Богатырева. Его вот убили на этом месте, ты, что ты против меня выступаешь? Что такое бахвальство? Да. В клетке сидел, когда в суде, он, в принципе, и среди потерпевших, только родители были, отец, мать, все люди преклонного возраста. Он грубил, хамил им там сестре Богатыревой, кричал по-карачайски, я тебя как твоего брата убью. Постоянно, в общем, оскорблял, грубил он старикам. Безнаказанность, деньги, за деньги душу продают, особенно молодежь. Они были пьяные, разгоряченные убийцы, ну и они считают, что все в республике их, все под ними, и никто не имеет права против них что-то сказать. И они делают все, что хотят, тем более, это не первое убийство в команде этого клана. Они через эти убийства шли. Казбек Байрамуков, который должен был стать директором ЦМ-завода, но он пропал без вести, якобы, и директором ЦМ-завода становится Али Каитов. То есть они попросту убирали лишних людей? Попросту убирали лишних людей, да, давили, запугивали их. И все ресурсы республики, все под себя, грубил. Какая-то патологическая жадность у них. Господин Каитов, он перестал быть зятем президента уже после ареста, как я понимаю. Вот все, о чем говорят наши гости, надо проверять, естественно. Сегодня Каитов сидит очень серьезно, хотя я уже не знаю, что там по факту в этом лагере. Но если во время предварительного следствия господин Каитов, как нам рассказывают, выходил на свободу, пил, ел, отмечал день рождения... Было бы странно, если бы этого не было в нашей стране. Выпускали по ночам погулять? Было бы странно, если бы этого не было. Если поездить по стране, посмотреть, как устроена власть, как живут чиновники местные... Еще раз, внимание полпреда, внимание прокурора к этому делу, все телевизионные каналы... Как только все отвернулись, все пошло своим путем. Я просто знаю... Так, как бывает. Бывает. Вот в некоторых регионах 7 или 6 сыновей. Один из них президент республики, остальные 6-7, скажем так, правят республикой. То есть получается, что никакая правоохранительная система не действует в таких условиях, патриархальных, где властвует не закон, а родственная связь. Наше предположение, когда господин Каитов расстреливал депутата Богатырева, во время пира, во время пира, за столом присутствовали прокурор республики, министр утоних дел. Просто возник спор между, как мы предполагаем, зятем и убитым депутатом, из-за неких должностей с бизнесом связанных. Это произошло из-за того, что была встреча директора химзавода Сапиха Николай Батыеву и мой племянник, мой племянник Богатырев Расул. Президент республики Батыев предложил Сапихе Николаю, будешь спикером парламента, а за место тебя пойдет спикер парламента по фамилии Смородин. А на это мой племянник не дал согласия, сказал, что он не пойдет взять президента Каитова Али, говорит, ты с этим соглашайся, а мой племянник Богатырев Расул не согласился. Раз он с ним не соглашается, получается, что он против и президента, и против Каитова Алия. И вот они убили, взять его Каитова Али, они его убили. У Исмайлова Германа родилась дочка, и на базе отдыха цементного завода они все собрались это отметить. И Батыев, президент республики, и Ганочка прокурор, и Обухо, министр МВД республики, вся свита... То есть на их глазах убийство произошло? На их глазах убийство произошло. Что случилось, расскажите. Случилось то, что они расстреляли на их глазах, но они сами не стреляли. Каитова Али пригласил на собеседование. Он девять раз звонил моему племяннику, приглашал. Вся свитая Карачаева-Черкесия здесь, давай, мы же не первый раз с тобой встречаемся. Обманным путем заманил туда. Ну, он в белой рубашке, в галстуке, ну, как положено для праздника. И в беседке они беседовали. И он сам лично там расстрелял моего племянника. Кто расстрелял? Каита Али. Но он договорился с Бустановым, чтобы он взял на себя. И Бустанов, там, взял на себя, что он убил. Не стреляли ведь ни одного богатырёва. Погибли ещё люди. Их, судя по всему, добивала уже охрана Каитова, там же в беседке. А в доме гуляли прокурор, министр внутренних дел. А остальных охрана сама расстреляла. Те самые люди, которые пришли с вашим племянником. Их убили. Всех сестерых убила охрана Каитова. Самое страшное в том, что... Можно сказать, что власть бесконтрольна. Можно сказать, что коррупция разъёма. Поверить, что это и есть наша сегодняшняя жизнь в некоторых республиках невозможна. Возможно. Чем больше я общаюсь с правоохранительными органами, неофициально, тем страшнее жить. Ну, какие самые дикие вещи? Ну, скажем так, я буду оперировать неназванным королевствам, неназванные области, значит, неназванный чиновник. Готовят подарки другому чиновнику, где фигуруются суммы в миллионах долларов. Это надо ещё проверять. Как говорят правоохранительные органы, мы всё-всё знаем. Мы знаем, кто что делает. У нас есть практически вся информация на всех. Когда я их спрашиваю, почему же у вас всё это здесь процветает, они говорят, если мы сейчас всех посадим, то это подорвёт безопасность страны. Вот Карачаево-Черкесия. Я за теорию малых дел, за конкретные сюжеты. Карачаево-Черкесия. Мы предполагаем ещё одна тема. Распродажа заповедной земли. Заповедников. Распродажа заповедников. Если мы сейчас скажем распродажа заповедников, какие устои великой страны это может подорвать? Происходит конкретно федеральная собственность, то есть заповедные земли. Они делят, распродают, все по номерам идут по генплану полностью. Вся документация, которая была, начиная со въезда, всё растранжировали. Сейчас разородных площадок нету, стоянок нету. А почему? Это же всё от главы зависит. Он же всему хозяином себя чувствует на территории муниципального округа. Хотя он по закону должен быть слугой народа. Он обязан. Сафар Лайпанов наш великий. Сколько он лет уже мэр? Это уже 12-й год, как он назначался, потом два раза избирался. Ранее было муниципальное образование. Теперь, чтобы изменить статус города, на чьё-то срок его выставить, умудрились переименовать с теми же населёнными пунктами, не меняя ни территории, не меняя. Взяли муниципальный округ, образовали. То есть они меняют законы с этого года? Да, да, да. Под себя. Парламент же их ниже карманный свой. Каитова Алия забрали в СИЗО, где он сидел как кум королю и свадьминистру. И начальника тюрьмы все знают, что Каитова Алия убил его тоже из-за того, что он ему запретил пользоваться сотовыми телефонами и руководил оттуда по сотовым телефонам республикой. Он осуждённый, он сидит в тюрьме, и тем не менее... Командует республикой. По распоряжению Каитова за решёткой из тюрьмы назначен министром строительства Тамбиев. То есть человек сидит осуждённый в тюрьме? Да. Звонит президенту республики? Да. И решает все вопросы по республике. Всё, что маленький доход приносит, всё должно быть под ними. Кроме них, никто здесь не имеет права нормально жить, чем-то владеть, иметь там свой голос. Не дай бог вообще там против них что-то сказать. Это самое страшное преступление. Если человек или против Баттыева, или против Каитова что-то говорит, они всех помнят. Какие ещё жертвы были? Ну, племянник президента, они в СИЗО забрали, говорят, он должен был стать директором. Вот-вот на днях. Премянник президента? Да, Казбек Байрамоков. Должен был переоформить цемзавод на себя. Цемзавод? Да, стать руководителем его. И крупная сумма денег у него была. И его машина заехала на цемзавод, а потом выехала пустая машина, всё. Ни Казбека, ни денег, ничего нет. Ну, в печи, говорят, его сожгли, и всё. Убил его, говорят, Али сам. Президент в курсе. То, что была фальсификация у нас в республике, об этом знает весь мир. Являясь членом избирательной комиссии республики, я выезжал в составе рабочей группы для уничтожения бюллетеней по окончанию срока, годах срока хранения. Когда мы приехали, все знают, что в Хабецком районе именно это было, бюллетени, там глава района выносил. И они не уничтожали где-нибудь за пределами, а прямо на площади, на заднем дворе. Там они прямо уничтожались. Я подошел, хотел посмотреть бюллетени, там сразу на меня набросились. Но я знаю этот факт. Была изготовлена другая партия бюллетеней. Даже в Хабецком районе голосовали за Семёра Владимира Магомедовича, конкурента Батыева. Честно сказать, Батыева президентом, у меня до сих пор язык не поворачивается. Вот эти бюллетени, которые были, они были уничтожены. Мы уничтожали бюллетени, те, которые были заменены. Еще при жизни дерева Станислава Эдиковича, президента фирмы «Меркурий». Хотя же он дерев сделал Батыева президентом, с его помощью он стал. Мы лично считаем, что не может здоровый человек, дерев, умереть так внезапно. Большая вероятность того, что это было заранее спланированное убийство дерева. Самое странное, что прокуратура, которая по большому счету должна пресекать все процессы на корню, в зародыше. Желательно, что ФСБ в зародыше, а прокуратура, если уж от ФСБ это ушло, ну скажем так, переросло. Когда такая большая семья руководит каким-то регионом. Много случаев, когда приезжал свежий прокурор, свежий, чистолюбивый, который хотел пробиться в Москву, который начинал работать как и положено. По закону? По закону, объективно. И таким прокурорам хватает полгода максимум. Мне кажется, ему намекают, что все его желания исполнятся быстрее, но только в том случае, если он сумеет договориться с людьми. Ну вот, это, кстати говоря, звенья одной цепи. Вот я хотел бы сегодня даже продемонстрировать три документа от властей. По поводу вот этих захватов предприятий, институтов. В одной из передач, Андрей, ваших, я уже рассказывал в отношении Санкт-Петербургского завода, прецизионного станкостроения. Уничтожили завод. Уникальный завод. Уникальнейший завод. Уничтожили, который в мире не было. Предприятия, в сердце которых гироскопы. А что сегодня вместо питерского завода? Там сегодня склады. То есть завода нет, цехов нет. Нет, завода нет. Игорь Александрович, вот вопрос к бывшему министру. Уже очень серьезный разговор. Я никогда не верил ни в заговоры, ни в мудрецов-сионистов. Но когда уничтожаются предприятия, равных которому нет в мире, а это подшипники, это 21 век. Да. Я же помню, вы показывали эти подшипники в Питере, сделанные, которые меньше, чем головка от спички. В один миллиметр посадочные отверстия. Вот это подшипники. Какие специалисты работали? Все-таки кому было нужно, чтобы вместо завода был склад? Даже не казино, не гостиница, а ты. Это ведь не рейдеры. Это вот действительно без Запада так просто все не сделаешь без какой-то агентуры, очевидно. Ну, это ведь делается в соответствии с существующим законодательством очень просто. Оцениваются пакеты акций, есть держатели этих акций, которые цены-то, по сути дела, своему предприятелю не знают. Вот их скупают таким образом. Все по закону делается. И никто на это повлиять не может. Вот по этому заводу, в частности, контрольный пакет скупила структура, у которой уставлен это капитал 27 миллионов рублей. Всего? Всего 27 миллионов рублей. Там 22 человека работает в этой структуре. Цена завода, включая землю, это не менее миллиарда долларов. Я думаю, да. Я думаю, да. Вместе с Лу-Хау, да. Скупает и увольняет всех рабочих, вывозит все оборудование, распродает и завод превращает в склад. Но опять-таки, как в Омске, губернатор. Власть могли вмешаться? Вот губернатор Матвиенко утвердила комиссию по борьбе с экономическими преступлениями. Экспертный совет этой комиссии рассмотрел это все хозяйство. И на самой комиссии принято решение, что никаких противоправных действий не обнаружено. Да как? Завода нет. Ну, а это уж другой вопрос. То есть все по закону? Да. Все по закону. Вот выписка из протокола обсуждения решения экспертного совета в отношении ООО «Санкт-Петербургский завод прецезонного станкостроения». Решили информацию председателя комитета принять к сведению? Первое. Второе. Согласиться с решением экспертного совета о нецелесообразности рассмотрения обращения указанной организации на межведомственной комиссии в связи с отсутствием в нем признаков недружественного поглощения с участием сторонних лиц. Никасович, субийством... Председатель комитета... Нет, послушайте. Председатель комитета экономического развития, промышленной политики и торговли «Бланк». Никасович, с убийством этого предприятия что потеряла российская экономика? Оценка министра. Я думаю, это миллиарды долларов. Миллиарды? Миллиарды долларов. И склад вместо миллиарда долларов. Да. Миллиарды долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова